Конечно, многие диеты имеют свои положительные и отрицательные стороны. И чаще всего отрицательным моментом становится ограничение в выборе продуктов. Многим сложно следовать диетам, так как они требуют жесткой дисциплины. Но это правило не относится к диете 5.2. Здесь нет строгих ограничений и поэтому ей гораздо легче следовать, чем многим другим режимам питания. Звучит заманчиво, не правда ли? В этом видео я расскажу вам об основных правилах этой диеты и вы сможете решить, подходит ли она лично вам. Диета 5.2. Что это? Диету обосновал британский журналист Майкл Мосли. Этот человек давно увлекается идеей здоровья и долголетия. И основываясь на результатах исследований и в сотрудничестве с врачами, он пришел к выводу, что для поддержания здоровья нужно иногда устраивать разгрузочные дни. Суть диеты предложенной Мосли заключается в том, что не нужно отказываться от определенной пищи или считать калории. Можно питаться так, как вам хочется, 5 дней в неделю. А остальные 2 дня это разгрузочные дни, когда нужно снизить калорийность до 500-600 калорий. В эти 2 дня следует пить много воды и отказаться от кофеина. Таким образом, согласно автору, организм будет выводить шлаки и самовосстанавливаться. Итак, если вы решили следовать этой диете, вы просто нормально питаетесь в течение 5 дней в неделю и выбираете 2 разгрузочных дня. Лучше всего разгрузочными сделать дни, которые не следуют один с другим. Например, понедельник и четверг. Тогда вы не будете ограничивать себя в калориях 2 дня подряд. Однако, это правило четко не прописано. Если вам удобнее ограничивать калории 2 дня подряд, делайте свой выбор. Помните, что в течение 5 обычных дней вы все же должны придерживаться разумной здоровой диеты. Хотя, в эти дни вам не нужно считать калории. Все же лучше убедиться, что вы не переедаете. В течение 2 разгрузочных дней женщины должны потреблять 500 калорий, а мужчины 600. Вы можете сами решить, хотите ли разделить эти калории на 2 или 3 небольших приема пищи в течение дня. Здесь все индивидуально и зависит от ваших привычек. Одни предпочитают не ужинать, другим легче не поесть днем. Но важно съесть ужин. Прислушивайтесь к себе и со временем вы приспособитесь и найдете наиболее подходящий вам ритм. В разручные дни постарайтесь полностью исключить из рациона быстрые углеводы. Желательно не есть хлеб, макаронные изделия. Быстрые углеводы насыщают на короткий срок. А вам нужно составить меню таким образом, чтобы вы могли как можно дольше чувствовать себя сытыми. Отличный завтрак это яйцо с овощами, творог с ягодами, семенами и орехами. Главное есть питательные насыщающие продукты. Помните, что напитки тоже содержат калории. Избегайте газированных и кофейных напитков. Отличный выбор травяные чаи и вода. Есть ли какие-либо ограничения? Поскольку диета 5.2 основана на ограничении калорий в выборе полезной пищи, никакие продукты не запрещены. Однако, диета рекомендует отдавать предпочтение здоровым источникам углеводов, таким как овощи и орехи. И отказываться от пустых углеводов из таких продуктов, как газированные напитки. Побирая полезную и здоровую пищу, которая часто менее калорийна, вы можете позволить себе большее количество еды. Диету 5.2 можно отнести к одному из видов интервального голодания. Исследования показали, что интервальное голодание не только помогает избавиться от лишнего веса, но и имеет другие потенциальные преимущества для здоровья. Диета 5.2 подразумевает резкое сокращение калорий 2 дня в неделю, что должно снизить общее потребление калорий и привести к потере веса. Исследования показали, что такое перерывающее голодание, сочетающееся с обычными днями, может быть столько же эффективным, как и диета, которая требует постоянного ограничения калорий. Ей легко следовать. Эта диета обрела большую популярность и сегодня существует множество ресурсов с рецептами и планами питания, которые помогут вам составить меню, как для разгрузочных, так и для обычных дней. Как только вам удастся подобрать для себя устраивающий вас план питания, вы сможете повторять его дважды в неделю. Кроме того, вам не нужно отказываться от каких-либо продуктов, при этом результаты у диеты весьма эффективные. Она легко применима в жизни, доступна для всех, как для работающих, так и для домохозяек. Вы можете продолжать диету, находясь в отпуске. Это большой плюс. Она более гибкая. Диета 5.2 может привести к желаемой потере веса. Без надобности ежедневно ограничивать калории. А это значит, что она может быть более гибкой и успешной для тех, кому трудно, придерживаться строгих правил и ограничений, предписываемых другими диетами. Диета 5.2 считается безопасной для большинства людей, так как она не предусматривает чрезмерного или недостаточного потребления целых групп продуктов и обеспечивает поступление в организм всех необходимых питательных веществ в течение недели. В принципе, нет никаких причин опасаться за свое здоровье. Исследовать такой диете можно практически всю жизнь. Однако, я бы посоветовал всегда, прежде чем начинать любую новую диету, проконсультироваться с врачом. Особенно это актуально для тех, у кого имеются какие-либо сопутствующие заболевания. Диета 5.2 это относительно простой способ применения на практике стратегии интервального голодания. В результате снижается вес и уменьшаются жировые отложения. Эта диета станет для вас самым лучшим вариантом, если вам сложно соблюдать ограничительные диеты или ежедневно считать каждую калорию. Она не требует слишком строгой дисциплины и при этом приводит впечатляющим результатом. Обязательно воспользуйтесь преимуществами всех инструментов данной диеты, которые помогут вам на пути к достижению вашей цели. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok